А мы были в таком шикарном лесу Телеши. Сколько раз я это уже сказала, я не знаю. Но сегодня мы попали в другой лес, чей-то чужой, но здесь зато есть грибы. Я покажу сейчас, какие здесь есть грибы шикарные. Вот смарчковая шапочка, вот она, супер. Вот это саркостифа, алая. А это, наверное, шапочка, только подросшая. Она была под листьями. Очень даже красиво и интересно. Саркостиф здесь, видимо, невидимо, но я их сегодня брать не буду, пусть растут. Очень мало в этом лесу смарчковых шапочек. А нынче я уже вижу под ногами их много, но они еще только начинают расти. Красиво и интересно. Все. Показала. Больше здесь я ничего не буду смотреть. Уже знаю, не хочу растоптать эти шапочки. А то еще растопчу, все. Их же не видно, они маленькие под листьями. Красота. Этот лес я решила проверить не шапочки смарчковые, а саркостифы. Я знаю, что они уже есть. Сестренка мне уже показывала фотографии из Козьих гор. А здесь они тем более есть. И вот я вам тоже показываю. Вот они. Их очень много, но я их сегодня уже брать не буду. Уже говорила, уже не одно видео сняла. Потому что кто-то посмотрит одно видео, кто-то другое посмотрит. Вот такие они красивенькие, милые. И в блюдах они цвет не меняют. Такими и остаются красивыми. И они не увариваются почти что. Немножко так увариваются. Красота какая. Так я рада, что сегодня заехали в этот лес. Здесь уже не погуляешь, не потусуешься. Но зато грибы есть. Радость наша. Красота. Матковая шапочка. Она только-только проклевывается из-под земли. Она будет не желтая, она будет коричневая. Когда подрастет. Красивенько. А это травка сныть. Съедобная. Суп, салат в сыром виде. Можно и варить. Все, ухожу. Всем пока-пока. И до встречи.